Девочка-пай 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 Друзья, я не буду вам показывать демо-песни, не буду показывать стили, просто расскажу об этом синтезаторе. Это синтезатор, их начали выпускать в 98 году, их вышли модели 330, 530, 630 и 730. То есть, чем выше цифра, чем она была круче. Вот, 730 это была самая лучшая модель в этом ряде. Вот, допустим, от 630, чем она отличалась, внешний вид практически идентичен. Отличалось, что 64 ноты полифонии, а не 32, ну, 695 звуков, а не 690, да? Шестнадцатидорожный секвенсор с возможностью показа песен на экране, колесо модуляции, колесо высоты тона и параметрический эквалайзер, который позволяет настраивать индивидуальное звучание каждого инструмента. Что мы имеем сзади? Начнем слева направо. Это педаль громкости. Это выход на компьютер. Здесь выбираете, к какому компьютеру подключаться. То есть, Macintosh, там, ПК или как MIDI-клавиатуру. Здесь вот MIDI-вход, MIDI-выход. Педаль сустейна подключается. Выход звука правый, левый. И блок питания. Блок питания, друзья, написано 10-12 вольт. Ну, я бы советовал вам этой надписи не верить. Потому что, если вставляешь батарейки, это уже проверено, начинает, короче, не хватает батареек. Включаешь громкость побольше, вставляешь в дисковод дискету. Он, короче, моргает, он не грузится. Также блок питания, вот, с другого синтезатора послабее, 12-ти вольтовый, не хватает ему. Я замерил напряжение с родного блока питания, 15 с лишним вольт. 15 с лишним вольт. Работает идеально. Ставишь слабее, все, ему не хватает. И минимум 1,5 ампера, 700 миллиампер, тоже не хватает. Вот он, родной блок питания. Здесь написано 12 вольт, но я замирал мультиметром. Здесь он выдает 15 вольт на самом деле. И вот еще один, тоже Yamaha, тоже написано 12 вольт. Он тоже выдает больше. Он выдает 16 вольт. Вот, но этого маловато, у него 700 миллиампер, по 1,5 ампера. Вот, то есть, 1,5 ампера. Спереди мы имеем наушники, небольшую потертость и дисковод. Дисковод, я думаю, что поменяем на эмулятор под флешку. Начнем слева направо. Питчбенд, колесо модуляции. Кнопка вкл. Огромный, просто шикарный дисплей. На нем видно все отдельно. Какой стиль, какой инструмент. Также здесь высвечивается какая песня. Вот, здесь вот, какие инструменты. Какой звук на правой клавиатуре, на левой. Второй голос, громкость. Здесь есть и метроном, и эквалайзер. Здесь вот все включается. Давайте по порядку, короче, громкость. Демонстрационные, 15 песен. Темп, темп. Вот. Не надо где-то куда-то лезть, где-то ковыряться. Хотя можно и там, но можно. Вот они, раз, на панели. И все. Транспозиция. Прямо здесь тоже. Громкость аккомпанемента, громкость песни. Включение, выключение аккомпанемента. Управление аккомпанементом. Управление, насыщенные стили. Ну, здесь синхронный старт, стоп. Вступление, основные и окончания. Ну, например. Звучание очень хорошее, оркестровое. Очень насыщенное звучание. Очень красиво все. Дальше здесь что? Эквалайзер, эффекты, гармония, реверберация, хорус, вариации и так далее. То есть, ну, эти кнопки вызова меню. Ну, здесь вы с помощью этих кнопок и плюс еще вот кнопка record, запись, да, старт, стоп. Здесь вы можете создавать, записывать свои песни, создавать полностью свои стили с нуля. Изменять уже имеющиеся стили, которые есть на этой машине. Здесь вот, пожалуйста, у вас есть уже готовые звуки к стилям. Выбираете стиль. И здесь выбираете уже звук, который есть к стилю. Четыре варианта. Здесь у нас мультипеды. То есть, какие-то дополнения, вставочки тоже к разным стилям, разные мультипеды. Инструмент не новый, циферки стерлись. Здесь у нас левая рука, делаем звук. Правая, второй голос, включаем. Двойное звучание. То есть, наглядно. Вот. Пианино-скрипка. Клавиатура чувствительная, наверное, повторяюсь, да? Вот. Выбираем. Все на экране высвечивается. Голос. Войс. Выбираем войс, какой нам нравится. Здесь у нас 695 различных голосов. Здесь у нас 100 стилей. 100 красивых, насыщенных стилей. Маловато. Но, с тем учетом, что здесь можно создавать свои и записывать, то есть, с карты памяти, с носителя, с какого-то можно сюда дополнительно записывать. Достаточно. Стили очень красивые. Все здорово, друзья. Получается, здесь есть все, что только можно придумать. За исключением обучающей программы. Метроном, кстати, есть. Метроном можно включить. Этот инструмент я приобрел для знакомого. То есть, он попросил найти, подобрать ему недорого. Так вот получилось, что в его сумму это обошлось то, что он рассчитывал. Единственное, если честно, я хочу себе такой инструмент. Ну, уже что, этот инструмент уезжает. Просто, вот как бы он побывал у меня в руках. Очень хороший инструмент. Рекомендую. То есть, он лучше, чем 550-я, 540-я в частности. И, ну, если вы будете покупать новый, новый синтезатор какой-то, вот, 1030-40. Так, я думаю, вот эта вот старенькая машинка, она ему нос утрет. По полной программе утрет. И по звучанию, и по возможностям. Так что, если есть возможность купить такой синтезатор, и вы думаете взять там новый какой-нибудь там, грубо говоря, 1000 за 20, и увидите на Авито такой же, ну, 1000 за 20, вот, проверяйте, чтобы все работало исправно. Ну, конечно, если там есть нюансы, так, придется ремонтировать. Инструмент не новый, но очень хороший. Даже если ребенку, либо покупать дорогую игрушку, или взять настоящий инструмент. Вот. Так что, мои рекомендации. Я, честно говоря, немного расстроен, что этот инструмент будет не моим. Очень хороший. Рекомендую. До встречи. Всем пока.